Девушки отдыхают Всем привет! У кого-то уже начинается солнечная пора, приходит весна, уже все стаяло. У нас, пока мы не совсем ощущаем эту хорошую погоду, у нас еще вовсю лежит снег по колено на полях. Мы еще ждем, пока потает все это. Иногда выскакивает солнышко, нас радует теплом своим. Ну, вот пока ждем. Хочу рассказать немножечко о нашей ляженке. Вот у нас она доедает последние рулоны сена. Планируем заказать уже последние, где-то три рулона, наверное, на нее. Она у нас беременная, как вы помните. Приезжал к нам ветеринар, смотрел ее, говорит, что масса у нее очень хорошая, что она у нас достаточно хорошо выросла, что она даже ее не узнала. Мы ее уже собираемся постепенно запускать. Уже начали это делать. Ветеринар нам рекомендовала перейти на одноразовую дойку. То есть, отдаю корову я теперь только по утрам. Сейчас она нам дает в районе пяти литров в сутки. Когда она станет давать два литра, мы уже будем через день ее начинать доить. То есть, уже все идет к тому, что корова начинает сбавлять молоко активно. Ветеринар, без-за того, что она все-таки у нас была первотелка, она посоветовала запустить пораньше, чтобы корова все-таки немного отдохнула и набралась сил перед отелом. Ну, вот такие вот дела. Ну, чуть-чуть о планах наших. Делаем мы ручной деревянный пресс. Он из себя представляет короб из дерева, который сверху будет прессовать. То есть, мы внутрь закладываем сено, прессуем тяжелым весом и выходит у нас тюк. Косить сено мы планируем приблизительно так. Мы будем косить, скорее всего, мотокосой, если мы не сможем купить трактор. Переворачивать мы будем вручную вилами и граблями. После этого мы привезем нашу тюковальню, о которой я говорю, которую мы сейчас как раз делаем. Будем на поле прямо делать тюки. Привозить будем на нашем микроавтобусе. Вот приблизительно в этом месте мы собираемся построить сеновал. Размеры будут, ну, наверное, 6 на 4 и 4 метра в высоту. Представлять он из себя будет короб деревянный. Стенки будут у нас из строительных баннеров. Крышу мы тоже планируем экономным вариантом покрыть тоже баннером. Давай, 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 давай. Забуксовала! Ну, все сейчас, наверное, растят рассаду. Мы не исключение. У нас сейчас очень активно идет процесс выращивания всяческих наших культур, которые мы будем сажать в огород. И, кстати, планируем еще... У нас же нету теплицы. Мы планируем построить тепличку, чтобы выращивать некоторые овощи, которые нуждаются в тепле. И об этом мы тоже постараемся рассказать и показать. Тоже хотим сделать экономный вариант. То есть мы не будем никакой поликарбонат заказывать, никакие дуги специальные. Мы хотим сделать каркас из дерева, запетонировать стойки и накрыть, скорее всего, пленкой. Поскольку нам самый главный результат, а не внешний вид постройки. Но все-таки мы постараемся, конечно, сделать поприличней. Все-таки нам тут жить, нам тут смотреть. Наши пчелы уже вышли из зимовки. Когда выходит солнышко, они уже летают, уже садятся на одежду, сидят. В общем, вроде как чувствуют себя неплохо. Будем скоро, наверное, их уже проверять. Смотреть подмор, вытаскивать его, подкармливать кого нужно, просматривать рамки. В общем, жду не дождусь весны. Мне уже хочется наступать не на лед, а на землю. Но нам до этого еще долго, поскольку снег стает, у нас будет глина под ногами. Главное, чтобы было солнце, весна уже чувствуется. Надеюсь, и у вас уже есть какое-то весеннее настроение и какие-то планы на теплое время. Давай, чтобы обувь была мокрая. Желаю всем успехов в начинаниях. Желаю вам хорошей рассады, хороших планов. Желаю, чтобы все у вас получалось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok